Добрый день! За окном в Москве немного пасмурно, но тем не менее надеемся, что сегодня в пресс-центре «Мисс Известия» будет очень ярко, громко и интересно. Потому что сегодня мы все здесь собрались, и те, кто нас смотрят, нашу прямую трансляцию для того, чтобы поговорить о, как выясняется, нестареющем и бессмертном русском роке и его новой реинкарнации. Стас с нами, я помню, человек, который представляет любителя музыки, рок, в частности, русского. И вообще многим людям в нашей стране совершенно не надо, все его регалии. А сейчас он сам нам представит тех людей, которые рядом с ним на сцене. И, собственно говоря, кто они, что они, зачем они здесь и чем им предстоит заняться в ближайшее время. А вообще какой-то пресс-центре есть, что у вас? Нет. Ничего не надо. Станислав, а как ты хочешь в этом смысле? Потому что я там что-то не говорил, а кто-то подождает. Ну, и микрофон принесла. Ну, скажи чуть-чуть. Ну, как планируешь? Да. Планирую, что мы сможем побеседовать сейчас. Да, мы побеседуем в процессе. Лучше побеседовать. Но все-таки, когда в руках бумажка, проще жили. Я правильно говорю? Нужен нам пресс-центр или не нужен? Очень нужен. Нужен, нужен. Ты что-то молча любишь? Кто журналист? Я не люблю. Да нет. Там было просто объявлено, что будет Марка и Кенни, а русских представят здесь. Еще раз что-то? Было написано, в этой рассылке было написано, что два участника, Марка и Кенни, они есть, и они будут здесь. В рассылке было написано? Да, да. Это какая рассылка? В рассылке это хорошо. Давайте вот тот, кто занимался, пусть он мне расскажет про рассылку. Я первое слушаю. А русские исполнители, они были представлены на этой коллекции? Это где было написано? Пресс-центр. 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 Так вам все-таки разослали пресс-центр? Там один абзац. Да. Один абзац. А где Станислав? Потому что вы видите, Станислав, откуда вот какой-нибудь пресс-центр? Вот это одна фраза, где написано, что здесь будет Кенни и Марка Мендоза. Это вы написали? Нет. А кто? Коллеги, я даже открытки подготовил, чтобы мне Марк Мендоза подписал. Вот видите, как вы шантажируете людей. Кто это написал? Действительно, шантажируем людей живое выступление группы Парборькова со всеми солистами. Нет, не морочите голову, Станислав. Кто написал вот в этой фразе, что здесь будет Мендоза и Аронов? Давайте мы сейчас откроем официальный пресс-релиз «Известий» на сайте. Посмотрим, что там написано. Вся информация... Ребята, у вас есть что-то фраза? Прочтите, что написано. Давайте посмотрим. А чего смотреть? Вот сейчас прочтет любой вот парень. И сейчас послушаем, что написано. А люди не придумывают. А что ты это сказал? 21 июля в 12 часов в пресс-центре «Известий» состоится пресс-конференция, на которой музыкант-продюсер Стас Намет впервые представит новых участников легендарной группы Парборькова. Известно, что артистов будет пятеро. Среди них бас-гитарист, участник White Snake Марк Мендоза и барабанщик Кенни Аронов, работающий с культовой группой «Смешн Пак». Скажите, пожалуйста, кто это написал? Это SNC. Еще раз. SNC? SNC? Такого нет понятия. Вы здесь были? Нет, нет, нет. Там был адрес, где стояла фраза SNC. Я не понимаю, какой SNC? Вот понимаешь, что я делал? Мы сейчас находимся в «Известиях», а здесь есть люди, которые организовывают эту пресс-конференцию. И я написал пресс-релиз для вас, где ничего подобного и близко нет. Я все расписывал в деталях. И вдруг я видел, что кто-то написал вот такой чужий. Можно нам, кстати, когда до пресс-конференции релиз еще скручить? Можно нам сейчас пресс-релиз создать? Вот я попрошу, можно, Неслав? Да. Да, вот всем дать нормальную ручку пресс-релиз. А за это время, пока будет печатать, я с удовольствием. Значит… Что же означать такого? Ну, все-таки приступите. Все-таки сказано, что имена российских солистов будут названы на пресс-конференции. Здесь нет фазы, что здесь не присутствуют. Но это вот то, что я говорю. Да. А вот там написано совершенно противоположное. Хорошо. Вот хотелось бы, чтобы там бумажка была у всех. У вас есть там, да? У меня есть. Ну, сейчас я вот это сделаю. А потом? Вот. Значит, давайте пока я попробую устно вам до этого что-нибудь такое сказать. Если у меня не будет косноязычия, то я попробую сформулировать. Во-первых, значит, вот 35 лет тому назад, когда я придумал группу Парголькова и собрал ее, значит, вот в результате у нас получилось… Музыканты все были очень талантливые. И получилось довольно успешное. Во всем случае первый альбом удался. И, в общем, моя задумка, мои амбиции – попробовать себя как продюсера на американском и мировом рынке. Такие амбиции мои наглые были в юношестве. Вот они более-менее удались. Ну, к сожалению, в 90-м году, после первого альбома, когда я уже послал группу на гастроли… Кстати, была очень интересная история. Надо было представлять себе такой неожиданный. Вот продюсерский проект. Что такое продюсер? Когда не просто я, как продюсер, собираю каждого человека, они не сами собираются. Не просто там контролирую каждый шаг. Ну, и даже был такой вот нюанс интересный, что первый концерт, реальный, серьезный концерт группы Парголькова, был уже за «Скорпианс» в Петербурге. А второй их выход на сцену серьезный был только на фестивале в Лучниках. То есть фактически за три года они два раза всего выступили живьем, ну, относительно живьем, потому что были сэмплы, естественно. Вот. А потом я уже в 90-м послал их на гастроли уже как… После того, как этот трамплин, который я сделал для них, я имею в виду, они на фестивале участвовали так же, как и Гарри Сукачев, и там «Ниванс» группы, если вы помните. Но я именно их поставил в трансляцию на весь мир. То есть они попали сразу же в обойму суперзвезд мира и сразу нанесли на полтора миллиарда человек, на 59 стран. И это был «Тарплин». После этого, конечно, сразу, значит, вот этот их первый альбом действительно продался почти полмиллиона, 450 тысяч, насколько я помню. И песня «Бэн» стала суперзнаменитой. Вот. Это, собственно, единственный альбом, который был известен в мире. И песня «Бэнк» – это была та самая песня, которая, в общем, вот сделала их суперзвездами. Вот в 90-м году они как бы в результате, я не буду рассказывать детали, там все написано, распались. И дальше существовала уже, собственно, другая группа, которая называлась так же, но реально не было меня, не было Носкова, постепенно отпадали и другие музыканты. На сегодняшний день группы реально не существует. Хотя эти названия могут пользоваться незаконно разные люди, но оно всегда мне принадлежало. Я просто не предъявлял претензий, потому что, собственно, ну ничего там, я другим занимался в жизни. Пусть себе увлекают мальчики. И я и сейчас не предъявляю претензий к тому, что было. Было и прошло. Но сейчас, когда вот оказалось, что нашему центру, в котором, собственно говоря, Парк Горького родился, еще много-много разных групп, оказалось, что уже 35 лет, и мы решили сделать концерт, такой фестиваль у нас в Зеленом театре в Парке Горького, двумевый, 27 и 28 августа. И тогда пришла другая идея, почему бы на новом витке жизни сделать такую реинкарнацию этого проекта, который я 35 лет назад собрал музыкантов, и их никто не знал ни от моего имени. Даже Коля Носкова никто не знал так. Вот. А мне показалось, что правильно мне вот сегодня собрать новых молодых музыкантов, которые, наверное, того же возраста, которые были, когда я сыграл эту группу, то есть в два раза старше сегодня, у них в два раза разница примерно по возрасту. Но, тем не менее. И попробовать сделать горкий парк 21 века. То есть вот реально сегодняшнюю команду. Такую, которая, а знаете, за столько лет, до 35 лет, очень много меняется. Меняется и манера игры у людей, и техника. Есть такие музыканты сумасшедшие. Тогда их не было. Тогда я практически собрал группу из цветов, из тех, кто работал у меня в цветах. Кроме Коля Носкова, все из них работали в цветах по нескольку лет. Вот. И, в общем, я никогда не играл ни в какой из своих концепций слабых музыкантов. Они все были очень талантливые. Но, тем не менее, не так было много талантливых музыкантов тогда. Ну, рядом я мог там взять вместо Белова, там Гарину, который тоже великолепно играл из круиза. Барабанщик был рядом. Ефимов, который тоже сандалил так, что мало не покажется. Но я все-таки решил из тех, кого я знаю, кто у меня работал в цветах. А сейчас другая история. Сейчас вообще молодежь на другом уровне существует с точки зрения не только техники исполнения, но и вообще какого-то такого драйва и какого-то ощущения правильного. Мы в возрасте том с трудом ловили правильные все вещи, которые... То есть выйти сразу на мировой уровень вот считанные люди могли. Сейчас намного больше музыкантов очень талантливых. И я, честно говоря, так же быстро собрал группу, как вот раз. Идея у меня была в этот раз сделать российско-американскую команду. Я о возрасте вообще не думал. Я пригласил сразу своих друзей Кенни Аронова и Марка Мендозина. Вы их, наверное, видели у нас на концерте везде. Мы много лет работаем вместе, дружим и так далее. Поэтому это даже вопрос не стал. Они говорят, с удовольствием, с огромным включаемся в горький парк. И, соответственно, мы начали собирать команду и русскую часть, так скажем. Но, понимая, что Марка Мендоза и Кенни Аронова, особенно в сегодняшней ситуации политической, не так легко могут взять билеты и прилететь сюда, потому что с одними визами там заморочка бешеная и все остальное. Вот. То мы сделали такую, как бы, ситуацию, чтобы у нас была и российская команда чисто, которые могут здесь выступать, чтобы не вытаскивать все время супермузыкантов мирового уровня на каждый концерт в Москву. И, как бы, получилось так, что у нас есть два барабанщика на сегодняшний день. Это, значит, Кенни Аронов и скромный, вот видите, сидит здесь такой скромный Алексей Баев. Вот. Вы можете посмотреть в интернете, кажется, ездит он два раза там где-то забарабанил что-то. Так что он не скрывает себя, хотя и скромный его же. Вот. И бас-гитарист, вот, и вокалист, они все вокалисты. Так получилось, что в этот раз в составе все практически вокалисты. даже Лёша на своих сандартах. Вот. Кстати, Кенни не умеет петь. Вот тут ты его выпрялся. Вот. А сейчас получилось, действительно, все вокалисты. И, так сказать, на сегодняшний день мы даже думаем, что, может быть, мы вообще обойдемся без лидера вокалиста. Потому что такого вокалиста, как Коля Носков, найти невозможно. Потому что он абсолютно уникальный. И, так сказать, и вокалисты. И, так сказать, гениальный, абсолютно. И человек потрясающий. И, значит, ну, может, и найдем, а может, будем брать разных. Может быть, американские вокалисты, будут и русские. Я имею в виду лидер вокалиста, если вообще они нужны. Потому что в ситуации, которая у нас сложилась, и вы сейчас услышите это на пленке, вам покажем какие-то демо-записи, чтобы вам было понятно, о чем я вообще говорю. Там, в этих записях, нет никаких лидер-вокалистов. Я имею в виду подсторонних, которые, как бы, можно назвать, это лидер-вокалист. Как это было у меня в Парк Горьково изначально. Было пять человек. И один был освобожденный, без Коля Носков. Который, собственно, я там маршал дал только песни под певки. Он никогда ни одной соли песни не пел. Вот. И сегодня получилась вот такая команда, которая, с моей точки зрения, супер уровня. Ну, у меня, как бы, в моем пожилом возрасте я могу ошибаться. Потому что сейчас есть же, как называется, я не знаю, сейчас вот, сейчас вот такой есть Европоп, да? И там так здорово там все танцуют. Поэтому это у нас не получается. Вот. А получается вот то, что вы сейчас услышите. Может, послушаем какую-нибудь гадость? Потом уже перейдем. Значит, а суть... А бумажки дали вам всем или нет? Нет. Сейчас мы спечатаем всем. Хорошо. Значит, ну, суть в чем, давайте еще, прежде чем послушаем, я вам скажу, в чем, как бы, какие-то еще моменты, которые, может быть, имеет смысл вам знать. Конечно же, группа будет делать свой репертуар. И из старого репертуара, а старый репертуар – это только первый альбом группы Парк Горького. Все остальное я не называю Парком Горького, несмотря на то, что они так назывались. Но именно победить в мире удалось именно тем составам и тем репертуарам, которые мне удалось сделать в 80-х. Все, что дальше – это другая история ни одной песни из того, что после этого произошло. Конечно, мир никогда не слышал и не услышал. Это чисто наша российская радость. Вот, хотя сделано вид было, как будто это все мировой уровень. Но, по правде, играет все здорово. Да и играет все, знаете, как здорово. Играют по открытию интернета. Там играют так ребята вообще. Их барабанят. И на всех гектарах. Со скоростью света. Я даже видел там одного мальчика, который, помнишь, с метрономом играл? Палер Шмеля. Да? Это кто-то был из какой-то страны. Не знаю. Слышали? Слышали. Почему выиграет? Это гениально. Когда он играет Полет Шмеля – в Лу-мал. В два раза быстрее, Георид Ренерал. И вот в два раза быстрее called him. Потом что-то опять... Он продолжит быстрее и быстрее невозможно. Он в два раза быстрее и опять не ошибается ни одной ногой. Потом опять еще presque в два раза быстрее. Ну, это уже фантастика. Так люди не играют живые. А он в два раза быстрее и опять не ошибается ни одной ноты. То есть, есть вообще уникальные спортсмены, которые как бы удивляют техникой но здесь у нас дело не в этом у нас получается что мы сейчас пишем альбом и готовимся к этому выступлению выступление 28 числа будет первое выступление группы вот вот на нем как раз будет марка мендоза потому что надо успеть сделать визы придя просто прилетели суда для смеха наступал врезали тогда нетрудно было доехать штата все-таки долго поэтому уже вытаска он прилетит 26 числа 27 его попросил сыграть его собственной команды шею пригласил вместе с его команды 26 будет его выступление с его вид песни с его альбом который только что записал а двадцать восьмого уже с парком горького будет вот но на двадцать шестого и двадцать седьмого мы можем вас пригласить на репетицию чтобы вы и познакомились и подписали бы вам я не знаю получится ли тени вытащить он только начал делать визу может не успеем но при сегодняшней ситуации когда закрыты все консульства когда там мракобесия в мире происходит очень все сложно слава богу марк точно при вот и вы первый концерт которым вы меня сыграем но я не знаю сколько там все играют примерно по 40 минут все группы которые на фестивале думаю что примерно так получится у парка сыграть из них будут две песни которые мы сделали это две песни с вот первого альбома группы потому что тогда по моей инициативе мы записали еще две песни помимо тех которых написал носков и белов значит они подписались двумя фамилиями как летом макарды вот но в реальности они конечно писали по разному песни и в реальности я вам рассказываю что ты мало кто знает поэтому там это не написано куда вы смотрите значит в реальности поле носков написал 4 песни бэнк еще ты и остальные песни написал лёша белов 5 или 6 и вот у них реально вот так но написали они так как будто как бы вместе все песни и а две песни в этом альбоме это были песни 1 my generation группы ху и другая это песня писан алтай который я попросил чтобы речи собора и джон бонжои написали бы специально для вот этой моей группы на вопрос помочь и каким-то образом так провожу они написали поэтому две песни это как вот такие особые которые когда по моей инициативе появились и мы сегодня сделали по-другому совсем конечно но тем не менее сделал я не очень мешаю у вас там с бумажками неразбериха да всем досталось или кому-то все-таки на кому-то обделили дискриминация имеет место так стране славцы дали всем или нет но если все счастливы это слабо почитайте бумажки а то я смотрю с историю туда вот две песни эти которые вот я хочу удалось не начнем давайте какую-нибудь песню какую вас первую ваше мнение какую первую ставить я бы старых песен поймем вы можем все что хочется либо сейчас услышите все вам будет понятно и bank и шменк и все остальные но я вам говорю что мы сделали две песни из старого репертуара писан алтай и my generation который не они не имеют отношения к авторства не парка горького это было по моей инициативе сделано и сейчас тоже по моей из этих песен какой вы первых хотите услышать писал писал тайм который джон банджой писан алтайм да а оборудование сеть так чтобы все услуга да ну давай тогда поставьте так как должно звучать а Продолжение следует... 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 Хорошо, у кого-то есть вопросы? Да, расскажите, пожалуйста. Одну секунду, микрофон челан. Хорошо, спасибо. Расскажите, пожалуйста, как вы, собственно, собрали ребят, только сказали, что у вас это очень быстро получилось. Ко мне вопрос? Да, к вам, конечно. Конечно, скажу вам. Все, спасибо. Значит, мне было бы, конечно, первое, что мне было бы интересно, найти, когда я собирал команду. Это человека, который чувствует аранжировку и умеет играть по-настоящему. И вдруг такой, так называемый, саунд-продюсер, звукорежиссер, такой Игорь Клеменков, который играет, работает, точнее, у нас в центре уже больше 20 лет. Я считаю, что уникальный совершенно парень. Мы с ним писали «Снайбер Роуд», и его там тоже оценили как уникальный талант. Он действительно одаренный человек в этом плане. И он мне говорит, что есть такой вот человек, Олег Изотов, который вот, с его точки зрения, точно подойдет в команду. Я встретился с Олегом Изотовым. Оказалось, это вот этот молодой человек, который здесь рядом стоит. Вот. И я говорю, а... И он там, ну, где-то есть в интернете, везде есть. Понятно, как он играет на гитаре. Это мне вот то, что это он сейчас, вот это вы слышали. Но вообще-то он играет еще круче, раз в стол. Поэтому это меня убедило. Но когда мы начали с ним писаться, он сделал демо, ну, можем показать кусочек, конечно. Вот, давай для смеха покажем кусочек. А у вас нету, я на телефоне, а я с телефона прямо в микрофон. Нет, это... Ну, давай, можем, а, знаешь, а можем бэн показать. Он мне спел бэн. И я говорю, это кто поет? Он говорит, я. И вы ничего не понял. Ты же на гитаре играешь, бежина. А поет-то кто? Он говорит, я. Я говорю, ну, ты что, издеваешься? Ну, так не поют люди. Такой насколько поет, тот говорит. Вот. Ну, вот можно, в принципе, поставить этот кусочек бэнга, конечно, для смеха. Но можно и мать-женера еще. Давайте мать-женера еще. Только если этот молодой человек сделает громче, и больше не будет трогать ручки. Ножки пусть трогает. Трогает. Ножки пусть трогает. Матюра еще. Ну, возка such. Не хватает звука, что-то непонятно. Говорит нормально как-то. Он просто на нас идет звук, он так слушает. Ну дайте послушать. Я думаю, что он делает в полсилы. Круто. 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 Продолжение следует... 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 феноменом физиологии человека даже говорить трудно ему а поет гениально вот сейчас он на профилактике в больнице поэтому не могу здесь быть но надеемся что концерту удастся ему все таки получше почувствовать себя и мы с ним приготовили три песни если он будет то он будет с нами вместе в трех песням участвовать который он написал включая вот ну и кроме этого мы значит приготовили еще несколько там своих песен новых новых песен из репертуара парк колька мы можем какую-то одну гадость вам показать что вы стоите есть у вас силы слушать это конечно это живой за сейчас да ну ладно тогда значит эта песня называется химон рейс такая игра слов с одной стороны раса с другой стороны человечей бега вот написал стихи тут же проект который написал совсем новая вещь и никто еще вообще не слушал и мы ее вообще то что вам показано это демо это не финальные записи но еще над ним бы работать еще куча всего там будет сделано но все-таки уже волос видно какого размера а это же главное вот и давайте тогда да тоже ее ее поют вместе и он не смогу серьезно олег поет и ваня вдвоем и успели но это пока время но сейчас еще на ментоза споет и посмотрим там как бы подумаем как чего сделать то есть все в работе но все-таки уже понятно на каком языке мы разговаривали давайте химон рейс и и и и и Играет музыка Мы говорим Human Race Я понятно, что читать не выйдет Ну что и поможет, то по английству он читает Помогите юноше ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Вопрос можно? Можно включить микрофон. Спасибо. Миринфорума, портал Забочитальный, Борис Примочкин. Скажите, пожалуйста, вот я обращаюсь и к Стасу, и к вам, ребята. Как к вам работается при таком трепетном, внимательном, очень многочувствующем руководителе? Может быть, вот каждый из вас скажет пару слов? Спасибо. Метрофон у нас не включают обычно, за корректором. Это месть. Мы же можем так, и он сбросит, и будет там голова пробитого. Просто такой придумаю. Включить микрофон, нужно, потому что включать не будем. На кнопочку не будем. На какую? Микрофон не работает. А можете? А вот, заработаю. Такое впечатление, что мы не в известиях. В деревне глубокой. Где просто не знают даже, как надо выключать, включать. Ну, я вам должен сначала сам сказать, потому что это не первая группа, которую я делаю. Ну, вот внимательное, такое действительно, скрупулезное отношение ко всему, наверное, это единственный путь к какому-то успеху. Вот кажется, что все просто, потому что, как бы, ну, что-то там на барабанах играют, что-то там на гитарах все. Вроде бы, кажется, все одно и то уже, когда не входить в клуб. Но по-настоящему, для того, чтобы получился вот правда полноценный состав, нужно, чтобы все пазлы сошлись. Их очень много. Если хоть один будет бракованный, то общая картина будет плохая, будет неполноценная. Для того, чтобы это получилось, нужно вот тут очень много чего нужно. И вы знаете, вот этот продюсерский проект, то есть, что такое продюсерский, то есть, я, как бы, и тогда решал все сам, и сейчас так же. Но это не значит, что я не слушаю музыкантов, потому что музыканты, от того, что очень талантливые, и тогда были, и здесь, то, несомненно, мнение каждого музыканта очень важно для меня. И вполне бывает так, что я, например, не прав. Что я говорю, что тут, там, думаю, что так, а там Олег мне говорит, нет, посмотри, вот я говорю, а, да, извини. Конечно, так бывает. Последнее слово все равно за мной. Но, тем не менее, это коллективное творчество. И по-другому не может быть успеха. И сейчас мы только начали. Вот в тот состав старый парк Горького я, как бы, занимался им три года с половиной. То есть не два месяца, не один, как сейчас мы. Мы только начали присутствовать при рождении. То есть буквально через полгода это будет ужас вообще. Я-то знаю, что будет заранее. Вот у нас запланированный американский менеджер наш будет Док Маги. Слышали такую фамилию? Док Маги – это мой партнер, с которым я вместе сделал фестиваль в Лужниках. Он же был менеджером с Корпио, с Бонжои. Там все на свете. Перечислять невозможно. Сейчас тоже Кис и так далее. Это крупнейший менеджер мира. Именно в тяжелом уровне. В основном он работает. Вот он будет в этот раз моим партнером, американским менеджером группы. Кроме того, у нас договоренности, у меня точнее договоренности, с System of a Down, с Сержем Танкианом, моим другом, что мы сделаем вместе что-то совместное. Есть с Кис и мы делаем вместе. Вот с Бонжои вот эту песенку сделаем. То есть я думаю, что в результате, через какое-то время, вот если даже сравнивать с тем, что было раньше, тогда тоньше было. Мне кажется, сейчас быстрее у меня получится вывести команду, которая, несомненно, по всем качествам мирового класса, вывести ее еще и на мировой уровень в смысле. Вот так, как, собственно, я сделал с тем партнерик старым. Вот. Но эта скрупулезность, вот, это единственный путь, насколько я знаю. У меня другого нет пути. потому что все же люди разные, у всех свои вкусы. И у всех, и эти вкусы нельзя отметать, потому что они, они все полноценные, почему-то талантливые. И единственное, как можно выстроить какой-то один стиль, когда все-таки кто-то один, как продюсер, скажет, понимает, о чем идет речь, не просто там продюсер. Вот у нас вообще слово продюсер, оно так размазано по смыслу. У нас все называют продюсером. В действительности, продюсер все-таки тот, кто продукцией занимается. А промоутер, это другое, менеджер тоже другое. А продюсер, это вот клиентив, продюсер, так называемый, там, экзекутив, у нас почему-то переводится исполнительный. Это чушь собачья. Это называется генеральный продюсер. Исполнительный. Вообще есть кто-то, кто командует, а этот исполняет. Экзекутив, продюсер, это тот, кто, как бы, делает весь проект. И если этот человек, что бы он ни делал, я этому делю, или кто-то другой, если он не будет скрупулезно вникать в каждый нюанс, в каждую деталь, ну, наверное, не получится просто. Получит что-нибудь другое. Вот мне кажется так. И я вам скажу пример один интересный. Однажды я в Нью-Йорке ужинал с Робертом Дениро. Простите, что я такие громкие слова говорю вслух. Но тем не менее. И он пригласил на ужин еще третьего человека. Приходит старенький еврей. Он говорит, я хочу тебя познакомить, это продюсер однажды в Америке, фильма. Я говорю, ой, у меня начались подергивания, потому что это один из моих любимых фильмов. И я говорю, ребят, если бы вот кроме этого фильма больше ничего не сделали, то это ухватило на весь кинематограф мировой. Он говорит, ну, даже тебе сказать, что фильм в прокате провалился. Я был действительно удивлен. А потом подумал, что он действительно слишком глубокий, слишком тонкий, человеческий, какие-то там, там не просто пух-пух-пух-бабах, даже не крестный отец, а еще там есть нюансы. А это для массы не всегда комфортно. Поэтому очень интересная идея вам расскажет, что такое продюсер. И вот этот продюсер сделал, и вот они сколько лет прошло, да, и они все равно друзья, я имею в виду Даниэра, и он все внушил в жизни только что недавно. Продюсер это практически человек, который внутри. Это не тот, кто просто дает бабки, там инвестор называется. Вот, поэтому иногда, кстати, это трудно. Вот, когда один человек командует парадом, иногда это не сходится с мнением кого-то. Что тут сделаешь? Ну, когда команда существует, надо, чтобы все-таки вот, ну, если вы говорите про гениях, то у Битлз была такая странная ситуация. Они тоже все пели, и тоже все, в общем-то, творческие люди до единого. Барабанщик тоже не был к смыслу. Но, при этом, Ленн и Маккартни не дооценивали Харрисову. Они были старше по возрасту, и такие крутые. И потом уже выяснилось, что Харрисов с Харрисов тоже и не меньше, может быть, даже в чем-то. Но бывают ошибки, да, вот они ошиблись, как продюсеры группы. Они вот, недооценивая Джорджа Харрисона, наверное, где-то все-таки ошиблись. Хотя он все-равно смог сделать что-то, что осталось в истории, начиная с Санфони, там, я не знаю, Вайл Макет, Арджент, и Випс, и там, и Майс Уитлорен, и там, если ты отчисляешь, то мало не покажется. Вот, я бы говорю, что бывают ошибки, но все-таки это должны быть ошибки одного человека, который ответственный за проект. Ну, у нас были непонимания, например, даже в прошлом составе, например, когда My Generation делали, я тогда сказал, что нужно сделать здесь русскую тему. И ребята не понял, как, зачем здесь русская тема, это известно. Я говорю, вот, мне надо, чтобы было. И получилось, вот, помните, там, вставайте люди русские. Ну, вот сейчас я и убрал, потому что сейчас люди русские здесь ни при чем. Сейчас, когда мы говорим, My Generation, мы говорим, My Generation всего мира. И уже на сегодняшний день мы тогда были навык, а вот, в России неужели там живые, там уже обезьяны ходят, в смысле, кто там у них, там медведи ходят. Ой, живые русские. Вот сейчас такого же нет. Сейчас все прекрасно, все знают, какие русские, какие нерусские. Сейчас это одно большое поколение, которое стоит реально перед серьезным выбором в жизни. того, что сейчас происходит, это довольно серьезный перелом, который может переломиться в ту сторону, где вообще то самое My Generation, о котором у нее трещь, проиграет. Совсем с точки зрения, и с точки зрения экологии, и с точки зрения военных, всех вопросов, и всего, да еще куча всего. Поколение, которое сейчас живет и командует парадом, командует миром, они в гробу видели то поколение, которое придет через 20 лет. А что ему достанется, им все равно, потому что их интересует только сегодняшняя жизнь. Но это реальная ситуация. Или они задумали что-то конкретное, что тоже не в пользу этого поколения. То есть поколение молодых людей, которые сегодня вырастают и входят в жизнь, в какой-то момент она будет командовать жизнью этой. что им останется и достанется это принципиально важный вопрос, который, конечно, кто-то поднимает, но как бы не очень серьезно. По большому счету деньги все равно решают все вопросы. Деньги и власть. Две главные вещи. Вот. Об этом песня, об этом песня Human Race. Там трудно было понять слова, но в принципе об этом и смысл, что это человечи гонки, куда мы... Что это слово там. Вот. И я сейчас почему я об этом говорю, потому что вот в сегодняшней группе Парк Горько у нас есть определенное взаимопонимание в плане месседжа, который вот даже что мы хотим сказать. Вот кроме того, что мы на гитаре хорошо играем и там на барабанах и поем здорово. Главное, что хотят сказать люди, ради чего они вообще выходят на сцену. И вот в этой песне новой это очевидно. И дальше будут какие-то вещи у нас, которые готовятся сейчас. Будет понятно, что думает это новое поколение. Это Парк Горько 21 века. А ребята что-нибудь скажут? Ну, вы сами спросите, кого-то. Буквально спросите, вот он может вам что-нибудь, как бы гадость, например, я сказал. Нет, ну как вот вам работать, потому что у него какой-то супер, требовательный уровень. Это видно даже в деталях, начиная там, вот мы тут вот, все, что сейчас происходит с нами, это фактически личность Стаса Навина. Как вам с ним работается? Ну, вот я, например, уже сколько-то, 23 года работаю с Азербайджи. 23 года работаю с Азербайджи. Да, ну, вот вроде бы, вроде бы, мол бы живу, вроде бы плохая. Я уже хорошо работаю, я уже с трудом. Это он же. А как вы себя ощущаете именно в новом проекте? Парк Горький. Мы даем вопрос в театре. А теперь это группа. Я помню театра еще занимался музыкой, но на более андерграундном уровне. Я немножко, ну, немножко знаю, что такое Rockin'Roll. Это, конечно, это интересно. Конечно, интересно заниматься так. Скромно говорит он, немножечко знаю, это так. Очень скромно. Али, как вы, ваши ощущения? Я всю дорогу сколько-то занимаюсь музыкой. Я всегда занимался, помимо того, что играл на гитаре, и саунд-продакшеном, и написанием, соответственно, участием в создании вообще музыкальных проектов. И недавно я перешел черту. Это 700 песен через меня прошло именно в студийной работе. Вот. Поэтому для меня, в принципе, все привычно. Я, как и всю жизнь, я играю на гитаре, пишу музыку и коллективно создаю продукт «Доводелевого дома». А будет, Алексей, не понять, я скажу, что? Пока, как говорится, жив еще в нашем составе. На самом деле все, что сейчас происходит для меня новое. Я могу сказать, что легче учить и рад тому, что я попал в этот состав с такими потрясающими, выдающимися музыкантами. Потому что приходится прислушиваться и для себя делать какие-то выводы, может быть, идти, может, чуть противовес своего, может, мнение в каких-то случаях. Но понимаю прекрасно, что это идет все во благо общему замечанию и, так сказать, изменению мышления внутри нашего коллектива. Я понимаю про двукратную разницу в возрасте, но тем не менее, вы тот состав Парка Горького вы слушали и что вы думаете об их музыке, от их исполнении? Конечно, конечно. Ну, это гениальная, классная песня, это часть истории. И, более того, я же играл как регулярный концертный гитарист в составе Ольги Кормухину, соответственно, работая в параллельно с Алексеем Беловым. То есть, я знаю весь материал, можно, так сказать, из первоисточников, да, вот, это круто, это история. Я просто предуплыл, Павел, когда мы включали, еще стану песни, которые вы, если кто-то так артикулировали все тексты? Мы справились с текстом, как будто бы еще ничего не знаем об этом. Ваши отношения к старому, к тому парку Горького, которому вы, скажем так, пришли на смену. Вы неправильно формулируете. На смену. Я бы вот не сравнивал вообще это все. Музыканты талантливые тогда я не брал, никогда в жизни не приглашал ни талантливого музыканта. И это неправильно, на смену, ни на смену. Это вот 30 лет реально не существовала группа, она развалилась в 90-м году. Ну, сегодня, через 30 лет поменялось очень многое. в музыке во всем на свете и в жизни тоже. Поэтому, да, это примерно стилистика та, которую я и тогда провозгласил. Такой глэм-рок, я не знаю, как это назвать, можно все, что хочешь, можно придумывать, там, Но тем не менее, это в эту сторону. Но это совершенно другие музыканты, совершенно другая, в результате будет, мне кажется, намного серьезнее, интереснее будет даже мое ощущение, потому что, собственно, и то я делал так же с группой за своими руками. И это так же делаю. И через 30 лет это, конечно, другое совсем. То есть, всем понятно, что песня Бен Коли Носкова это супер-хит на весь мир. Единственная песня группы Паргойкова, которую написал Коля, которая стала супер-хитом. Ну, чего это обсуждать? Это сделать очень сложно. Это связано не только с тем, что песня гениальная. это связано и с Колей самим, и с аранжировкой. И с Колей, я имею в виду, как вокалистом, не просто который поет правильные ноты с хорошим тембром, но и как личностью, потому что, когда лидер-вокалист вот поет какую-то песню, то его глаза, его энергетика, его обаяние все срабатывают. Это очень важно, его личность. Поэтому я думаю, что успех тогда, который у меня удалось сделать, он во многом построен на Таларте Коле. И потому, что он написал эту песню, и потому, что он ее вот так исполнил. И кажется, уже она простая, она очень сложная. Вокально ее практически очень сложная. Она сложнее, чем все остальные песни по аккорикам. Чисто даже вокально. Согласитесь, «Каравай-фолею» и «Медиатаймс». Но Ивана мы, конечно, видели в театре много раз. Пьяно было познакомиться с новыми людьми в компании Стаса Намина. Хотя мы увидим группу в августе на фестивале, но я понимаю, что ее ждет большое будущее. Я бы хотел спросить про альбом, который был обозначен. Он написан. Я так понимаю, он будет англоязычным. И будут ли песни, все равно внутренний рынок существует, будут ли песни все-таки на русском языке, пусть даже в стилистике хард-рока или глэм-рока. И что-то будет происходить по мере того, как группа выстраивается. На одном было потрачено, на прошлый состав было потрачено три года. Здесь, может быть, сегодня все побыстрее будет. Будет ли какая-то история связанная с российскими концертами, выступлением, когда они будут? Ну, вот и про русскоязычную песню. Спасибо. Я планирую, что весь альбом новый будет на английском языке. Так же, как и в прошлом. Это, в принципе, группа изначально делалась мной на экспорт. Мне было интересно пробить железную задницу. Это я и придумал в момент, когда мы как раз гастролировали с цветами по Америке. И я понимал, что люди нас великолепно принимают, приходят, но потому, что мы первая группа из России. А потом уже видят, что мы хорошо играем. Но приходят не потому, что они знают нашу песню, а сделать вот этот механизм, когда люди знают действительно, почему в результате пришли Скорпионс через столько-столько лет работы. То есть у них тернистый путь был. Скорпионс сколько лет пробивались, практически всерьез пробились, только вот с window change. Так всерьез, глобально. Со Скорпионс у нас тоже договоренности, что мы будем вместе там работать и так далее. Поэтому мы в принципе имеем в виду английский язык, но это не значит, что не будет никогда песен на русском. Но начнем мы, один альпом сделаем на английском, а потом, когда уже на рельсе встанет группа и уже она будет как бы международного уровня существовать, не только с точки зрения музыки, но и по гастролям, и по фестивалям всем мировым, тогда я думаю, что что-нибудь будем делать и на русском, конечно. Но начать все-таки я хочу так же, как и в прошлый раз. Еще вопросы скажите. Благодарю. В прошлый раз не представилась и вета невинная news.ru Вопрос такой. Вы уже много раз упоминали фантастические мировые имена и групп, и исполнителей, и в том числе сейчас группу Scorpions. Не так давно они во время своего концерта исполняли Wind of Change изменили текст своей знаменитой песни. И вы говорите о совместном сотрудничестве. Как вот вы видите это сотрудничество, учитывая международную политику и сложное отношение с Россией к русской культуре, к культуре отмены и всем этим феноменам? Насколько это видится реальным такое сотрудничество? Спасибо. Ну, правильно задаете вопрос. Конечно, сейчас сложное время, и оно объективно сложное. Но все-таки сейчас вот, знаете, я вот не думал никогда, что в жизни у меня получится вдруг в 70 лет начать в международную карьеру как художник. Мне в голову не приходило. Случайно получилось так, что вот какая-то крупная галерея на меня обратила внимание, и вот у меня сейчас целое лето выставки по всей Европе. Вот была Венеция, потом Ровена, потом Афины, потом Амстердам, потом Стокгольм, и вот я позавчера приехал из Каментгагена. То есть выставки по всей Европе. И вот то, что вы говорите, не всегда срабатывает. Политика все-таки свое дело делает, но если вот уровень правильный и правильный все же во многом зависит от личных человеческих отношений. И если формально подойти, то вы правы, наверное, политика задавит своим русофобией и всем свинством, которое происходит. Но в общем, наверное, я надеюсь, что мне удастся не только как художнику, но и музыканту. Во всяком случае вы понимаете, что от людей зависит. Никто же не может приказать Скорпионов, чтобы они ни с нами вместе ничего не делали. Такого не кто-то может говорить, ну зачем нам влезать? А если это близкие друзья, а не мои близкие друзья? И вы знаете, что Wind of Change посвящен нашему центру. Поэтому Down to Горки парк. И еще много очень людей, все рожданки от того с тобой близкий друг, во многом зависит от человеческих отношений. Если человеческие отношения складываются, то кто там особенно прикажут? У нас особо не прикажут. Можем послать далеко. Ну рука на руку только. Остальные не могут. А там вообще не разговор. Поэтому я думаю в этом проблем нет. это уже о чем я вам рассказывал большие имена. Это все сейчас уже. Это не полгода назад договоренность. Я вообще парк. этот новый состав придумал два месяца назад. Поэтому это все сейчас происходит. И я не хочу сказать, что мы завтра сейчас поедем на все гастроли. Мы еще не готовы. Мы показывали вам секретные демонстрационные записи, которые нельзя даже особо распространять. Просто чтобы вы просто понимали, не просто ребята сидят, а ребята очень высокого уровня музыкального. Вот это просто я не знаю, сколько там было слышно и понятно, но поверьте моему скромному опыту 70-летнего. Вот поэтому это вы правы. Такой вопрос есть. Но я думаю, что мы его обойдем не замете. Вот так как у меня сейчас получилось. Я с мая по вчерашний день объехал практически всю Европу с огромными выставками. Огромный. И там не буду вам рассказывать про успехов и так далее. Но я просто хочу вам сказать, что сработал, что никто не остановил. С русским паспортом. Да. Я не встал чтобы сзади не сгораживать. газета «Народная инициатива» Горин Савинч. Скажите, пожалуйста, предполагаете ли вы в своем творчестве отражать свое отношение к существующей политической ситуации, к существующей мировой идеологии? Как правило, многие американские коллективы на протестах против военного Вьетнама вышли, стали особенно популярными. то есть ваше творчество предполагает выражение своего отношения к существующей ситуации. Вы знаете, что мне кажется, вам надо посоветовать? Вы возьмите, пожалуйста, тексты, песен, которые мы только что вам показали. Потому что вы, наверное, английский не знаете, вам их так не очень слышно было. Поэтому вот мы можем вам просто всем, кого вам интересует ребят, поможем предоставить тексты хотя бы этих даже трех песен. Вам все будет понятно. Еще один вопрос про Викторию. Извините, мой вопрос был связан также в связи с тем, что в Государственной Думе, например, депутат Яровая предложила исключить из школьной программы изучение иностранных языков. Поэтому неудивительно, что сейчас молодежь и многие наши сограждане просто не знают языка, а для них важно понимать текст песни. Вы знаете, вы слишком политически политизированный вопрос создаете. А я ничего этого не понимаю. Я недоросли в политике, ничего не соображаю, и мне это кажется таким грязным делом. Причем, что там, что здесь одинаково. Вот эта Яровая идиотка просто. Я же не могу сказать ничего. Я бы, если бы меня спросили, я бы сказал, она сумасшедшая, она сумасшедшая, дом в палату, где там, я не знаю. Но они там сидят и думают о чем-то. Но я не хочу про это думать вообще. просто занимаемся музыкой. И этот проект Парк Горькова, он не политический совсем. То, что мы, конечно, выражаем свое мнение, вот я вам советую взять внимательно, посмотреть тексты, перевести через Google, и там будет все вам понятно. В каждой песне очень внятно, жестко, но это не значит, что мы ходим в думу и спорим с этой вот Яровой вообще. Говорим, что нет, все-таки надо знать разные языки. А я дурак окончил иньяс, потом филологический в путь от МГУ. То есть у меня итальянский, колландский, английский. Что же мне делать? Может, а надо приказать забыть? А кто пишет тексты? Я только что сказал, вы не раз слышали, разные песни, разные, два текста написал Марко Мендоза. На английском вы имеете это, Да. Текст, который Human Race написал тот же автор, поэт, который написал песню «Бэнг». Я это говорил, просто еще повторяю. Понятно, кто? Почему? Фамилию нужно? Пожалуйста, Майкл Берарди. А этот Марко Мендоза. Но могу и я что-нибудь написать? Если попроще. Глупее. А на русском ничего не пишет? Ну, ну, штук стуры. Вы имеете для группы Паркорькова? Нет, даже для себя. Я? Стихи, да. Ну, вы знаете, это другой, конечно, вопрос, не связанный с группой, но я вам отвечу, конечно. Вы знаете, если человек имеет образование филологического в культе от МГУ, то он относится к поэзии особо скрупулезно, так же, как к литературе. Поэтому я могу себе позволить осмелиться хамски писать книжки. Для меня написать книгу это значит все бросить, вот так, как вы спрашивали про скрупулезность, вот так сосредоточиться и несколько лет работать, чтобы получилась книга, которая мне самому будет не стыдна. А просто написать книжку, как некоторые мои друзья, мне как бы не западло, как говорится. Поэтому из поэзии та же история. Ну, может быть, я пишу тексты какие-то, поэзии назвать, после того, как я близко дружил с Женей Евтушенко, с Вознесенским, с Ахмадуриной, там, я не знаю, Леня Бубанов, такое слышали. Да? Это такое общество смоги было. Алена Басимова была моей гражданской супругой. Поэтому я тоже правда знаю все это. Вот, после этих гениев русской поэзии, даже не только тех, а Дима Ревяткин, какие стихи пишут? Слышали когда-нибудь? Такой Калинов-Мозгрупп. Смотрите, какие у него стихи потрясающие. На русском языке, конечно. Ну вот, и вот после этого говорит, что знаете, я тоже пишу стихи. Ну, Лишман, да, складываю иногда тексты какие-то. не более того. Добрый день, Бочаров, Денис Ньюсуров. У меня такой вопрос. Мое личное знакомство с Паргорьком началось в 94-м году, наверное, после альбома Московых камерок. Вот, у меня вопрос, будет ли перепето это? Вы, не слышите. или кто-то шумит в этом, или я невнятно говорю, что происходит. Давайте я еще раз повторю. Потому что это была, мне кажется, еще раз повторю. Еще раз повторю. Вот, я занимался, делал группу Паргорькова до 90-го года. В 90-м году, когда я их послал на гастроли в Америку, они распались. Колин Осков вернулся в Москву. Я там тоже, как бы, естественно, они от меня убежали, остальные. Не буду рассказывать подробности, никому не нужен, они есть везде в сайте, все рассказывают, очевидцы. Мне сейчас проехали, забыли уже давно. Но я вам просто рассказываю, что дальше началась другая группа. Да, они незаконно пользовались названием, но это не страшно, может называться Битлз, но это не значит, что они правда Битлз. Реально, группа Паргорькова, это только первый альбом, и все, что было до этого сделано. После этого, песня, например, Москва Колин, про которую вы говорите, очень хорошая песня, но это песня другого ансамбля. Я бы на их месте назвался бы группа, там, Белова, или еще как-то. Назваться можно, они талантливые музыканты. Но это не Паргорькова больше. Поэтому, больше того, еще она известна только в России. Вот в чем проблема еще. Вас обманули, когда они, провалившись на Западе, убежав от меня, вернулись обратно, они сделали вид, что они не провалились, что все в порядке, они просто приехали победителями. И песню спели, которую, в общем, в Америке не знает никто и никогда не заплышал в жизни. Эта песня чисто российская. Ну, остальных вообще, я не знаю, чисто я не очень слежу, а эту песню я помню и слышу. Поэтому говорю, что да, нормально, и вообще я очень хорошо отношусь к антимузыкантам, ко всем. Они все талантливые. Ну, в основном, конечно, из всего состава наиболее яркие были Носков, Пилов и Маршал. Они, как бы, реально более яркие. Я так сделал состав, чтобы на них было построено все. Вот. Но, тем не менее, в общем, или они не потеряли свой талант, вот я там написал об этом, что они очень полноценно существуют на сегодняшний день. И это очень здорово, то, что они, как бы, и Маршал имеет свой стиль, который, собственно, когда, кстати, они жили в Америке, они, они их финансировал один наш бизнесмен, так называемый. Ну, почему так называемый, потому что сейчас в тюрьме за убийство сидит. Поэтому бизнесмены тогда в 90-е были определенные. и они, в общем, там практически ничего особо не делали, ни концертов, ни записи, не очень удавалось. И вот тогда Саша Маршал, он пел там в русском ресторане. Астане вообще ничего не пел. Вот. Такая власть. Но он это сделает здорово. Я его, кстати, взял тоже из ресторана в цветы. Он поет очень здорово. Вот эти вот такие песни, которые и он он умеет и так, и так петь. В общем, он очень тонаклибарин. Поэтому я вообще доволен их успехом. Это никакой не стоит ни в какой конфликте с тем, что сейчас происходит. Наоборот, вот я говорю, недавно с Сашкой мы виделись, я ему сказал, что это сделал состав, сказал ему, кто там будет с большим интересом, он, наверное, придет на концерт. Поэтому я не вижу никакой конфликтной ситуации здесь. Наоборот, это новое поколение, надо ему помогать. Стас, Ваш новый альбом поможет за моим пониманием между Россией и Америкой? Ничего, вот круто копнули. Вы знаете, я даже фильм сделал однажды. В Америке я снял фильм вместе с Джимом Брауном, таким режиссером, называется Free to Rock. Вы знаете, в интернете есть его трейлер такой гениантный довольно. Вот он как раз об этом, о том, как рок-н-ролл изменил мир, как он сломал стену, и холодную войну остановил. Ну, по большому счету, конечно, это преувеличение. По большому счету. Наверное, какую-то лепту рок-н-ролл может внести своей вирусом свободы, который в нем есть. Наверное, да. Ну, так уж серьезно поменять политику, ну, нет, конечно. Я думаю, наивно так думать. Но, во всяком случае, мы, как граждане и как любви, люди, которые о чем-то думают, что-то чувствуют и имеют свое мнение, конечно, в песнях всегда свое мнение высказывают. Поэтому я вас прошу посмотреть даже эти три песни. В них очень внятно все сформулировано. тексты нам дадут, да? Вот Станислав, 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 можно вас попросить, чтобы вы это договорились всем, кому надо дать? Коллеги, есть ли еще вопросы? Да, можно. Есть? Меня спускает? У меня вопрос к Ивану. Вот работа в группе это, ну, не сахар по сути своей. И вот удается ли найти, вы удалось ли как-то этот баланс между работой в театр, там тоже сегодня все совсем непросто. Вот что происходит вот в этой суперзанятости новой? Ну, для меня не новость, как бы я говорю, я занимаюсь музыкой уже около 15 лет вот прям на таком уровне, что выходят какие-то альбомы, разные проекты, в которых я участвовал, в том числе международные. Поэтому мне, ну, конечно, это сейчас другой немножечко уровень, это не андерграунд никакой, это тут все очень серьезно. Мне интересно. Человек должен развиваться всю жизнь, как бы он должен чему-то новому учиться, и я с большим, как бы, с большим трепетом отношусь к тому, что сейчас происходит. Это просто, я говорю, это просто очень интересно, то, что сейчас происходит и будет происходить. антон. сейчас так жизнь устроена, что все заняты, так прям собрать всех, что все все бросили и пришли вот в этот момент не удается, потому что причины разные, и, может, они сами не могут, а где-то они сейчас не в тренде в связи с вот этой сложной ситуацией, поэтому там я не думаю, что удастся Юрий Шевчукун, то есть, Андрей Юрьевич, они там планировали, но по разным причинам наверное у них не удастся. Еще там есть ребята, ну, кто-то появился из совсем новых, который к нашему центру не имеет отношения, но хотят выступить в этом сестивале, а мы, в общем-то, никому дорогу не закрываем, и там будут какие-то исполнители, которые я даже не слышал никогда. Вот. Но в основном были те, кто, конечно, у нас начинал, и для нас это, конечно, очень важно, потому что все-таки прошло 35 лет, и в то время никто из нас забыть не может. Вот мы как были все друзья. Вот от Галика Сухачева, там, морального кодекса, там, я не знаю, спины, там, и все-все-все, все, кто есть, там много. Ребята, вот мы так, друзья, и остались все с тех времен. Спасибо.